Дай почитать Вот очередь стоит в продуктовом магазине Вот много женщин одновременно готовит на кухне в коммуналке Смутно далеким и знакомым оказалось и имя автора Памела Треверс И только спустя некоторое время пришло озарение Ведь Памела Треверс и есть известная английская писательница Подарившая миру потрясающую Мэри Поппинс Я купила билет в Россию Так начинаются воспоминания Как бы подчеркивая неотвратимость и необходимость путешествия по СССР В 1932 году по линии интуриста Книга была опубликована в 1934 году Но особой популярности ее автору она не принесла Оно и понятно, но не Мэри Поппинс же в конце концов Значительную часть книги Московская экскурсия Памелы Треверс Составляют комментарии переводчика очень хорошего и точного Ольги Мяеоц Книга молодой журналистки тогда осталась незамечена Хотя она не менее интересна, чем воспоминания видных известных писателей Бернарда Шоу, Ромена Ролана, Анри Барбюса Но Памела Треверс еще молода И хотя она замечает такие устойчивые стереотипы, сложившиеся в советском обществе 30-х годов Тем не менее она не замечает собственной зашоренности, идеологической заданности и приверженности идеалам совсем другой экономической системы Она очень предвзято и субъективно Так она восторгается Александра Невской лаврой А вот собор Василия Блаженного ей не понравился Цитирую Кто такой Василий Блаженный? Его честь воздвигнут собор, возвышающийся на Красной площади Не могу назвать его образцом дурного вкуса На мой взгляд, вкус тут отсутствует начисто Нагромождение одного архитектурного кошмара на другой Сама книга приблизительно 70 обычных страниц Остальное – комментарии Едва ли московская экскурсия имеет историческую ценность Но как источник информации о формировании западных взглядов того времени И об эффективности антисоветской пропаганды Она очень интересна Это первое издание московской экскурсии Восполнит пробелы в истории русско-британских культурных связей При этом Памела Треверс вырабатывает свой взгляд на советскую действительность Отличный, например, от позиции Бернарда Шоу Который с энтузиазмом и восторгом в 1931 году, вернувшись из СССР Объявил советскую Россию, цитируя «Единственной надеждой мира» И убеждал «Всякий, у кого есть возможность, должен поехать в Советский Союз» Страна эта полна неожиданностей Первый город, куда попадает Треверс – Ленинград Нас окружают два мира – Европа XVIII века и Россия Четкость и дисциплина на одном фланге и варварская необузданность на другом Позднее, оказавшись в Москве, Треверс снова отметит тяготение России к Востоку Это движение против часовой стрелки, вопреки всем резонам Ведь весь остальной мир уверенно шагает на Запад Памела Треверс при всей своей иронии не может не видеть черты нового человека, рожденного революцией Мы на Западе считаем, что тепло и пища – воздаяние за труд Здесь труд заменяет и то, и другое В России служить государству – высочайшая моральная доблесть Будущая сказочница была еще суровой реалисткой Пристально и с пристрастием, вглядывающаяся в советских людей и в советскую действительность Итак, московская экскурсия Памелы Треверс До новых встреч! Дай почитать!